Друзья, всем привет! Неделя ранее мы снимали Infiniti M37X, ссылочка на которую остается в описании. Там я сказал, друзья, если у кого-то есть Lexus GS, прямой конкурент этому автомобилю, напишите, приезжайте, снимем на него обзор. И что вы думаете? Ну, конечно же, из заголовка видеоролика вы уже догадались, что к нам сегодня приехал кто? GS 350 F Sport Luxury. Друзья, это самая топовая версия для этого автомобиля. Машина у нас 2015 года выпуска. Это четвертое поколение. Вообще, оно выпускалось с 2011 по 2015 год, соответственно, потом произошел рестайлинг. Пробег на данном автомобиле примерно 80 тысяч километров. Человеку покупался небольшим пробегом 60 тысяч километров. Машина, ну, реально была в идеальнейшем состоянии, как она находится и сейчас. В процессе ролика вы поймете. Но купил он ее поверху рынка 2,5 миллиона рублей. Дорого. Конечно, дорого он сам это понимает, но он купил, как говорится, конфету. Значит, если вы сегодня запрыгнете на вторичку и скажете, ну, ладно, хорошо, хочу себе прикупить такой Lexus, ценник на них начинается примерно с отметки полтора миллиона рублей. Вот конкретно четвертое поколение. В среднем вы должны ориентироваться, это миллион восемьсот, два миллиона рублей за нормальный вариант, который будет в хорошем состоянии, не убитый, не ушатанный, как мы с вами не любим. Вот давайте посмотрим, что представляет из себя этот автомобиль на деле. Пообщаемся о нем более подробно прямо сейчас. Поехали. Оу-хоу-хоу-хоу. Поднимите руку, кто видел снег этой зимой. Как вы знаете, специально для зимы я купил себе BMW на заднем приводе. И еще полтора месяца назад я уже подготовил свой автомобиль к зиме и переобул его на зимнюю резину. А зимнюю резину я покупал себе через e-каталог. Именно поэтому в описании к этому ролику я оставлю вам ссылочку на e-каталог, где вы можете приобрести себе зимние шины. Все, что вам нужно, перейти по ссылке, выбрать сезон, размер, ширина, профиль, нажать подобрать и вы увидите целую подборку по вашим параметрам. Точно так же вы можете выбрать, где вам купить выгоднее. Достаточно нажать только сравнить цены. Все. Выбираете, где выгодно вам, заказывайте, получайте в вашу резину. То же самое вы можете сделать и подобрать себе диски. Некоторые из нас предпочитают на зиму покупать колеса в сборе. Именно здесь вы можете найти самые привлекательные цены. e-каталог, ссылочка ждет тебя в описании. Ну, в первую очередь Lexus. Старший брат Toyota, премиальная модель. Я сделал публикацию в инстаграм нашего канала. Я говорю, друзья, высказывайте ваше мнение, как вам. В большинстве своем люди говорят, что крутая тачка смотрится круто, надежная, хорошая, комфортная. Да еще этот автомобиль с полным приводом. Какие у него минусы, мы дойдем чуть позже. Посмотреть на внешний вид, друзья. Здесь, как говорится, чисто японщина. Я сейчас покатался на немецких машинах, посмотрел разные автомобили. Реально уже чувствуется чисто японский стиль, я бы сказал. Но с другой стороны, я на него смотрю, по мне нормально выглядит. Особенно, когда по кругу обходишь автомобиль. В целом, сам по себе кузов сделан гармонично. Делать вам акценты на то, что вот в нашей версии F-Sport отличается бампер, я не буду. Я вам комплектацию назвал. Вот смотрите, как это выглядит. В нашем случае машина, ну скажем так, максимальная. Поэтому у нас идет ближний и дальний биксенон. Здесь у нас диоды. Противотуманки у нас штатные идут, тоже диодные. Важно сказать, это силовой агрегат. Что у нас скрывается под капотом? Здесь я вас с одной стороны обрадую, с другой стороны немножко расстрою. В первую очередь, у нас идет мотор V-образная шестерка, 3,5 литра, 2 ГР, FSE. По сути, это тот же самый мотор, как у меня был на Камбре, только другая модификация. Этот мотор, он, можно сказать, был взят за основу, да, и от него есть разные модификации. То есть, в среднем, там, разное количество лошадиных сил и крутящего момента он будет выдавать. В нашем случае это 317 сил, соответственно, сразу, друзья, что налог? Налог здесь 47 500 рублей, если быть точным копейка в копейку. Работает этот мотор в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Что, с одной стороны, вроде бы как надежно, но с другой стороны, шестиступенчатая, 317 сил, полный привод. Разгон до первой сотни здесь 6,3 секунды. Одни говорят, она на своей 6,3 секунды не едет. Другие говорят, что все там едет. Третья рассказывает о том, что машина, в принципе, сделана не для гонок, а для уверенной езды. А? Мари, пошла, пошла! Динамика достаточная. Кому мало там динамики, говорят, вот, что-то 6,3 не едет, надо быстрее. Ну, друзья, куда вам быстрее? Вот, единственная возможность в воскресенье по прямой маленько разогнаться. Сейчас выйдем в город, разогнаться нигде возможности не будет. Входим в город, в поток, пошел, пошел, пошел. Ну, звук, короче, выхлопа, это, конечно, прикольно, знаешь, это подбивает тебя именно на то, чтобы наваливать на тачке. То есть едешь спокойно, его, в принципе, до, ну, трех, четырех тысяч, ну, нет, до трех, наверное, тысяч оборотов его не слышно. А когда начинаешь разгоняться, он прям так басит. Ну, вот она, реальность. Все, 317 сил под капотом, 40 километров в час, в воскресенье, подчеркиваю. Факт в том, что расход здесь средний примерно 17-18 литров, если кататься исключительно по городу. Понятное дело, если вы поедете куда-то на трассу, он упадет, ну, примерно до 12 литров. Средний такой смешанный цикл это будет, ну, 15-16 литров, 100%. Какие минусы у этого мотора? На самом деле, все минусы были на предшественниках, на третьем поколении. Там были проблемы и с пятым цилиндром. В общем, про это, на самом деле, многие знают. Все, кто интересовался Lexus'ами, а эта машина, вот конкретно GS, в нашей стране не так востребована в силу того же самого транспортного налога. Вот многие, кто пишут комментарии, кто пишут отзывы, вот я читаю, говорят, ну, все, казалось бы, классно. Купил, комфортно, надежная машина, но налог и расход топлива. С расходом топлива, как вы знаете, всегда можно побороться, легко поставить итальянское ГБО. Все, вы реально будете экономить деньги. Нужно вам это, не нужно, решение принимайте самостоятельно. Как работает система полного привода? Друзья, система полного привода здесь работает более чем достойно. Вот я знаю то, что некоторые начинают спорить о том, что в зимнее время она там как-то некорректно срабатывает. Но поймите правильно, в первую очередь здесь все зависит от вас, как от водителя. Вы управляете автомобилем, а не автомобиль управляет вами. Передвигаться по мокрому асфальту, по снегу, по грязи где-то вы там съехали на легкую проселочную дорогу. Но все нужно делать с головой. Понятное дело, вот вы вспомните, полный привод, например, на BMW X-Drive. Есть люди, которые зимой, осенью начинают на них дрифтить, а потом удивляются, говорят, что а вот BMW же говно, почему там привода полетели. Но не нужно делать это на полном приводе. То же самое здесь. Можно попробовать там дрифтануть условно? Ну можно попробовать. А надо это делать? Не надо. Эта машина сделана для того, чтобы вот эти 317 сил, когда ты нажимаешь газку в пол, чтобы она уверенно разгонялась. Чтобы не было никаких пробуксовок, ничего у тебя не вылетало. А у вас крусовая устойчивость не срабатывает. Водитель спрашиваю, за полтора года как? Ни разу нигде не застревал, никак не подводила. Катается, наслаждается. В основном же, вот конкретно на четвертом поколении, в подкапотном пространстве, как таковых проблем нет вообще. Все, что нужно делать, как обычно, обслуживать мотор, 5-7 тысяч км проехал, поменял масло. То же самое с коробкой. Менять масло, все. Конечно же, тем, кому мало, машину можно тюнинговать, несмотря на то, что это V-образная шестерка, атмосферный мотор. Но тем не менее, я читал статьи, где люди заморачиваются. Можно увеличить разгон автомобиля, можно переделать выхлоп. В нашем автомобиле он переделан. Вот спрашиваю владельца, тебе как? Едет машина? Вполне едет. То есть человек не жалуется абсолютно. Но в целом, вы должны понимать, да, многие владельцы, когда приезжают, вот когда про их автомобиль спрашиваешь, ну, раз он его купил, раз он его выбрал, машиной доволен. Спрашиваю, между чем выбирал, да, важный момент. На что еще смотрел? Смотрел на Infiniti FX37. Это, кстати, вот тот самый автомобиль, да, который мы снимали ранее, только вот паркетник с тем же самым мотором, с той же самой коробкой. Здесь мы не останавливаемся, потому что, по сути, говорить здесь не о чем. Мы идем с вами дальше. Тише, чем на Камре. Присаживаясь в автомобиль, друзья, ну, давайте будем с вами откровенными. Ну, комфортно. Вот я сел, здесь опять же есть комфортный доступ. Сейчас запускаем двигатель, все пододвигается, сидение полностью вспоминает настройки. Здесь есть боковая поддержка, которая сразу меня поджимает. В общем, ну, комфорт. Ты садишься, цвет салона тоже приятный. То есть, ты понимаешь, сел, и ты чувствуешь себя в статусной машине. Опять же, здесь это очень много таких, знаете, маленьких элементов, которыми это выражено. Вот, допустим, вот эта консоль, да, большая. То есть, ты, как бы, получается, сидишь и на нее смотришь сверху. Вот вспомните, дорогие машины типа Range Rover, там, те же самые BMW X7. Там это сделано тоже по такому принципу, что ты вот какая-то некая капитанская посадка, и ты сверху там пальцами своими тыкаешь все под рукой. Лексусы вообще в целом японцы нравятся далеко не всем. Вот я знаю, что некоторые люди смотрят и говорят, да что это вообще за бред? Что-то натыкано, кнопки какие-то, синяя вот эта вот подсветка вообще, мультимедиа старая. Опять же, смотрите, как прорисовано так, что все, ну, видно то, что так вот, ну, на троечку, откровенно говоря. То есть, по нынешним меркам это все старье. Но факт в том, что мы говорим о машине, которая разрабатывалась, условно, там, году, там, в 2008-2009. На сегодняшний день присаживаюсь, вообще просто кайфы. Сел, двери тяжелые, закрылся, машина очень комфортная, под себя можно настроиться. Какие минусы? Минусы в основном в отделке, по салону, то, что вот, например, вот эти части, да, у многих скрипят. Даже сейчас мы сидим, если ногой поджимать, будут скрипы. У владельца, в частности, вот этот блок управления, открыть окно, закрыть окно, он у него скрипел. Ездил к официальному дилеру, ему его поменяли. У некоторых по панели появляются скрипы. То есть, тачка хорошая по технической части, ты передвигаешься, ты не знаешь бед, там, с вложением регулярных денег. Но вот такие мелочевки, которые, знаешь, тебя будут просто разочаровывать, в том плане, что надо это подделать, доработать. По оснащению здесь, ну, реально, есть все. Подогревы, вентиляции, всякие шторки опустить, поднять, навигация. В общем, друзья, что вам нужно? Различные режимы, спорт, спорт плюс, эко, управление. Вот, красивый джойстик сделан, да, то есть, пожалуйста, что там, данные нужны, не нужны, да, нет. Вес нашего автомобиля тонна 850. Клиренс заявленный, порядка 145 миллиметров, но в целом, да, если даже так посмотреть по автомобилю, уж сильно низким, я бы его не назвал. Многие, конечно, когда слышат 145 миллиметров, это сразу пузотерка. Друзья, не забывайте о том, где вы эксплуатируете ваш автомобиль. Катается владелец по городу, никаких нареканий нет. Зимой уже, ну, полтора года он им владеет, ездит, вопросов никаких нет. Опять же, не забывайте, что машина с полным приводом. Есть версия с мотором 2.5, там, если я не ошибаюсь, будет задний привод. Вот там, пожалуйста, выбирайте, но опять же, 2.5, задний привод, кому он нужен. Какое слабое место? Это амортизаторы. Стандартно до 100 тысяч км, они у людей у всех текут. В целом, все, по машине, вот если с точки зрения технической части, вот обслуживать, ухаживать, нареканий, вот по технике больше никаких не будет. Ждем, пока проедет состав. Вот много спрашивают, где взять деньги. Вот, видишь, у кого-то вагонами все прет, соответственно, там и не только такой Лексус будет. Вот, что, бизнес. Если вы зайдете почитать комментарии в интернет владельцев автомобилей, либо вообще споры различные, многие говорят, А зачем покупать Камри 3.5, она с передним приводом, некомфортно, непрактично, есть Лексус GS 350. Вот почему-то пытаются равнять Камри и Лексус. Хотя, на самом деле, изначально конкурент этому автомобилю, тут Ауди А6, BMW 5 серии, Ешка. И что меня удивляет больше всего, да, если мы будем говорить, там, в сравнении с той же самой Камри, то места здесь нет практически вообще. Вот ты присаживаешься, по принципу, как вот в BMW, да, здесь будет примерно плюс-минус то же самое. Только, мне кажется, здесь даже гораздо комфортнее по спинкам, вот, то есть, удобнее сидение, посадка сел. Переднее пассажирское сидение настроено под пассажира, то есть, как вот мы сейчас ехали. Соответственно, сзади я сижу, ну, нормально. Чтобы я здесь развалился, мне нужно переднее двигать вперед. В подлокотнике нет ровным счетом ничего. То есть, все, ты садишься, здесь вот подстаканники есть, ниша, то есть, нет никакого пульта управления. То есть, тем самым, даже вот эта версия, да, максимально возможная, дается понять, что она сделана для водителя, в первую очередь. Если говорить по обзорности, достаточно. То есть, стандартно, как для любого седана, ни больше, ни меньше. Зеркала настраиваешь по себе, все видно, вопросов никаких нет. Подвеска, в принципе, ну, нормально. Вот мы сейчас катаемся, по неровностям проезжаем, стыки различные, то есть, сглатывать. Несмотря на то, что у нас 19-е колеса, ну, какого-то, знаешь, дискомфорта я не ощущаю. Машины проще, дешевле, вот как вот если сравнить, да, допустим, вот за 2 миллиона, что можно было бы купить? Ну, какого-нибудь, например, корейца, там, в богатой комплектации, когда-нибудь Kia просит. Но это было бы совсем не то. Опять же, новая, с передним приводом, ну, не то, понимаешь? Какой-нибудь там 1,4 робот, здесь вот тебе все классика, чисто атмосфера, автомат, сел, завел, поехал. Если дорого содержать по бензину, газ надо ставить, друзья, газ реально будет экономить бабки. Это 100% для тех, кто много ездит. Ну, а по налогу придется мириться, то есть, здесь уже, как бы, не компания, да, виновата, а сами знаете, кто. Сзади, вот, несмотря на то, что это дорестайлинговая версия получается, ну, машина, в принципе, выглядит свежо. Вот, на самом деле, по мне, как бы, знаете, вот у Lexus дизайн действительно симпатичный. Багажник у нас, в принципе, большой. Положить все, что нужно, пожалуйста, есть. Но здесь есть один значимый минус, то, что сидения не складываются. С одной стороны, казалось бы, это не так важно, но с другой стороны, вот, ты купил себе телевизор, либо еще что-то перевести, но иной раз нужно иметь возможность все сложить. А так, все, наложил, полно вещей, можно ехать дальше. Какой еще минус у этого автомобиля? Минус у него заключается в том, что здесь бак 62 литра, при том, что расход у него примерно, вот, по нашему компьютеру 17-17 литров. Бак всего на 62, можно было бы сделать побольше. Вот, обратите внимание, едем за RX 350, если вдруг кто владеет, парни, пишите, с удовольствием бы засняли, посмотрели, потому что сейчас начинается зима, ну, по крайней мере, все, вот, мы ждем, ждем, и никак снег не выпадет. Паркетники востребованы в нашей стране, многие же, что говорят, пузатерка не нужна, а вот паркетничек было бы интересно. По идее, вот, его на вторичке, в принципе, можно найти, там, за 2,5 миллиона рублей. Но, опять же, дорого, правильно? Вот, до 500 тысяч, говорят, надо снять. Друзья, вот, напишите в комментариях, что снять до 500 тысяч, это что должен быть за автомобиль, какого года он должен быть. Если мы хотим взять что-нибудь более-менее нормально, адекватное, ну, какая-нибудь, там, комфортная машина, то есть, получается, она будет, там, лет 15. Ну, правильно? Если неправильно, то поправьте, я жду вашего мнения. Вот стихия этого автомобиля. Едешь спокойно, не спеша, настроил под себя сиденье, сидишь, наслаждаешься. Поймите правильно, мне плевать на компанию Lexus, на Toyota, я ни в коем случае никак не хочу ее защищать, я стараюсь сделать объективно. То есть, у всех машин есть свои плюсы, есть минусы. Самое главное для нас что? Все, надежность. Потому что на этом автомобиле, ты его купил, ты можешь понимать то, что ты откатаешься на нем, ну, 300 тысяч кмэ, если ты будешь следить за коробкой, за мотором, то есть, ну, ухаживать за автомобилем. Все, ты будешь ездить. Купить немецкий автомобиль, понятное дело, тоже совсем другая история. Купить корейский автомобиль, он, вот, какая-нибудь там, Kia Optima, ты будешь на нем передвигаться, новая машина, но она не будет тебе дарить тех ощущений, которые дарит тебе эта машина. Она не будет ехать так, как едет эта машина. Ты никогда не найдешь ее с полным приводом. Соответственно, этот зверь в нашей стране редкий. В силу того, что я вот убежден, 317 сил. Да, это ему до 250, все, машины опять были бы популярны. Ну, полный привод, блин, ну, нифига себе. Здесь стоит ограничитель на 190 км в час. То есть, вы больше 190 не разгонитесь, его можно отключить электронно. То есть, нужно съездить, условно, допустим, к дилеру, либо еще куда-то на сторону, чтобы вам его отключить. Для чего это сделано? Ну, вот, как говорит владелец, почитал он там среди владельцев, для того, чтобы сохранить раздатку. В силу того, что автомобиль с полным приводом. Так ли это или нет, ну, я уж точно сказать не могу. Сейчас мы с вами передвигаемся в режиме эко-мод. Если мы с вами перейдем в режим спорт плюс, здесь подвеска настраиваемая. То есть, амортизаторы будут зажиматься, руль становится более наливной. То есть, тоже интересно, правильно? И сама по себе машина, ну, в принципе, достойно держит дорогу. То есть, когда ты едешь, она не такая валка, как та же самая вот Camry 3.5. То есть, на Camry 3.5 я покатался, что это такое? Я представляю, здесь машина, ну, реально, как-то стоит на дороге поинтереснее. Даже те же самые ES250, ES200. Я катался в затяжные повороты, гораздо лучше машины заходят. И вот хороший вопрос задает владелец этого автомобиля. Ну, вот как в сравнении с той же самой Infiniti M37X, которую мы снимали раньше. Друзья, ну, во-первых, здесь больше фишек по автомобилю. Она реально гораздо более нафарширована. Здесь даже та же самая вот есть проекция полноценная на лобовом стекле. Вот управляемая подвеска, да. Ну, много чего здесь есть, того, чего нету в том автомобиле. По просторности салона вот за рулем ощущение такое, что здесь побольше места. Ну, не прям сильно, но побольше. Вот сзади плюс-минус места одинаково, то есть не так много. Как они едут? Там разгон 6,3 и там был, и 6,3 и здесь. Только здесь 317 сил, а там 333 силы. В целом машины схожи. Но вот эта машина изначально, да, если вы на вторичке будете смотреть, она дороже Infiniti на 500-800 тысяч рублей за те же самые года, за плюс-минус то же самое состояние. Почему? Потому что Lexus, потому что Toyota. А выводы на самом деле здесь максимально простые. Кто бы что из нас не говорил про японские автомобили, с точки зрения надежности, эти машины сегодня востребованы, ну, и по сей день, как говорится. Покупая этот автомобиль на вторичке с пробегом 100-150 тысяч, если он ухоженный в хорошем состоянии, вы запросто откатаете те же самые еще 100-150 тысяч. То есть 3-5 лет вы покатаетесь без проблем. Минусы автомобиля. Мотор в силу того, что 317 сил, расход, транспортный налог, понятное дело, на вторичке он не так востребован именно поэтому. По содержанию вы не будете вваливать денег в этот автомобиль, если вы его купили ухоженный, в хорошем состоянии. Если же машина вам досталась в печальном состоянии, вложить в нее можно бог знает сколько. Выводы по этому автомобилю осталось сделать только вам. Я вас всех жду в комментариях. Обязательно подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят только свежие новости. Подписывайтесь на сам канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Жду всех в комментариях. До новых встреч всем. Пока-пока.